Всем привет, дорогие друзья автомобилисты! Многие из нас сталкиваются с такой проблемой, как дворники, наши дворники на лобовом ветровом стекле, вытирают некорректно. В одну сторону вытирает, допустим, оставляет полоски, в другую сторону полосок нет. Но это терпимо. А вот когда он вытирает в одну сторону чисто, а в обратную сторону, когда уходят дворники, остаются полоски. Вот это напрягает и раздражает. Сегодняшний видеоролик, как от этого избавиться. Друзья мои, если кто-то из ваших близких, друзей или знакомых оказался в сложной ситуации за границей, допустим, вы в Украине, они в России, или вы в России, они в Украине, они нуждаются в вашей материальной помощи, у вас есть возможность и желание им помочь материально, именно деньгами. Но вы не знаете, как сделать перевод к ним, то обращайтесь на эту электронную почту, я вам расскажу наши условия, мы поможем вам в этом обязательно. Друзья мои, итак, если у нас дворники чистят неправильно, в одну сторону чисто, в другую сторону оставляют полосы. Что в этом случае делать? Сейчас многие скажут, да замени дворники, и все, поедь, купи. Хорошие дворники сейчас денег стоят очень много. Это первое. Второе. Бывает такое, что вы недавно поставили дворник, а у вас он ведет себя некорректно. Вы даже его регулировали по моим советам, вот, как я говорил раньше, чтобы сделать так, чтобы поводок дворника был параллелен лобовому стеклу. Ранее я уже делал об этом видеоролик, и рассказывал, как это делается. После этого дворник перестает прыгать, там, скрипти, там, звуки, там, скрипы издавать, всякое такое. Но вот с этой проблемой многие не знают, как справиться. Друзья мои, рассказываю вам подробно. Если мы посмотрим в торец нашей резинки, вот вы знаете, да, как выполнена резиночка дворника. Она вот так вот выполнена. Конечно, конфигурация у них абсолютно разная, потому что разные производители выполняют разные резинки на дворнике. Но смысл именно основной, который идет по стеклу, кленовидной такой формы, вот так вот. Но она не имеет одной острой кромки. Кромка резинки, которая непосредственно работает по стеклу, она имеет прямоугольную форму. Это обязательно. И вот, когда мы, допустим, включаем дворник, у нас получается, что в одну сторону работает одно ребро резинки. Я показываю это на примере ключа, просто здесь это гораздо проще, чем сейчас рисовать вам. Вы и так поймете. У нас на резинке дворника есть одна кромка и вторая кромка. И вот наше стекло. Резинка в одну сторону вот так вот работает одной кромкой, а назад идет другой кромкой. Когда у нас, допустим, мы включаем дворник, и он чисто снял в одну сторону, а обратно, когда шел, он оставил полосы, значит, у нас нарушена одна кромка. Бывает такое, что попал там какой-то песок, и она стерлась местами. Маленькие-маленькие царапинки. Если одеть хорошие очки, какие-то там, ну, допустим, или лупу взять, и можно посмотреть на резинку внимательно, то вы увидите, залысины будут в каких-то местах, там, где именно остаются вот эти полоски, и именно непосредственно на одной из ребрышек нашей резинки. Что в этом случае делать, друзья мои? Да все просто. Нам необходимо резинку перевернуть. Недавно я сам столкнулся с такой проблемой, и, ну, вот так, да, у меня чисто снимало в одну сторону, а обратно мне целую кучу полос. Ну, зачем оно мне нужно? Мне же надо, чтобы я дворник выключил, и у меня оставалось чистое стекло. А в эту сторону еще ладно, терпимо. Хотя дворники недешевые. Я брал валю дворники и вот с этим столкнулся. Друзья мои, я, конечно, разобрался. Я внимательно изучил эту резиночку. Я нашел именно повреждения на этой резинке. Были такие маленькие-маленькие затертости. То есть вот эта кромка местами была повреждена. И я взял эту резиночку, вытянул, ну, естественно, ее помыл, перевернул ее, вставил обратно. Все, собрал полностью дворник, поставил, и все, вуаля, друзья мои. Теперь она мне в одну сторону полосочки небольшие оставляет, совсем небольшие, а в обратную сторону, когда уходит, у меня идеально чистое стекло. Вот так все просто, друзья мои. И не надо никаких манипуляций. Многие не знают, как разобрать дворник. Конечно, каждый дворник по-своему разбирается. Нужно аккуратно, внимательно посмотреть, все это делается. Разбирается, резинки переворачиваются. Даже если на дворнике есть специально такая, как спойлер, есть специально на бескаркасных дворниках, типа спойлера сделано, чтобы он прижимался ветром к лобовому стеклу. Друзья, это ерунда. Это абсолютная ерунда. Ну, она, конечно, там, может быть, какие-то процент два дает положительный, но, как правило, ничего существенного. По этой причине нет необходимости сильно заострять на этом внимание. Если, допустим, спойлер ваш ляжет как-то в другую сторону, то ничего страшного не произойдет. Вы же не гонщик Формулы-1, не летаете со скоростью 250 км в час. Я думаю, что при обычных стандартных скоростях вам будет вполне достаточно. Я себе один дворник так ставил, у меня получился спойлер в другую сторону. Ну, ничего страшного. Я это знаю, что проблема такая есть. Но ничего. Абсолютно никак это не повлияло. Ни на что. Прижим дворника нормальный, чистит дворники хорошо. И, в принципе, я доволен. Так что, друзья мои, вот вам фишка, как это сделать? Достаточно именно перевернуть резинку. Да, конечно же, сейчас китайцы предлагают специальный такой инструмент, который срезает тонкую-тонкую кромочку именно с дворника. Таким образом дворник начинает заново работать, как новый. Да, это действительно работает. То есть они делают так. Вот если рассмотреть, опять же, вот на примере вот этого ключа, вот, допустим, у нас две кромки, они потертые, начинает дворник плохо работать. Срезается вот так вот ровно кромочка по всей длине. И все, и дворник будет опять отлично работать. Как новый будет работать? Это действительно работает. Китайцы не глупые люди. Они молодцы. Я, правда, еще с таким инструментом не столкнулся. У меня его нет. Но думаю, что в ближайшее время обязательно появится. Надеюсь, друзья мои, этот видеоролик для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, на мой канал в YouTube, а также на мои два канала в Дзене. У меня сейчас два канала. Один канал у меня идет как дублирующий полностью контент YouTube, а второй канал у меня идет как избранное. Там лучшие топовые ролики моего канала, самые популярные, которые набрали очень много просмотров, они в этом канале. Обязательно подпишитесь на оба моих канала, чтобы мы с вами всегда оставались на связи. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok